О разговоре, об интервью. Конечно, не хватало халата. Вот будь на Такере белый халат, а в его руках ключик от мягкой специальной комнаты, разговор бы, конечно, получился совершенно иным. Но в руках Такера не было ни ключика, ни даже неврологического молоточка, чтобы проверить хотя бы коленные рефлексы пациента. Вот с первой же минуты Путин, оценив ситуацию и отметив, что в руках собеседника нет никаких тревожных аксессуаров, Путин осмелел и использовал этого беднягу Карлсона как вешалку для развески лапши. Ну лапшу же надо высушить, понимаете? То есть никаких новых модификаций лапши, кроме рассказа о миролюбивом Гитлере, которого злые поляки вынудили напасть на Польшу, Путин не предложил. Он безжалостно грузил американца очень-очень-очень дешевой конспирологии и по секрету сообщил ему, что он напал на Украину просто для того, чтобы выполнить просьбу Богдана Хмельницкого, которую тот высказал в своих письмах 17 века. Если бы у Карлсона хватило бы репортерского, журналистского напора и задора, то он бы узнал много, наверное, интересного о задушевных беседах самого Путина с Гетманом. Просто надо было владеть, скажем так, некоторыми навыками, которыми Такер явно не владеет. Но поскольку он ими не владеет, хитрый Путин, он решил пока не раскрывать все карты и скрыл от собеседника факт личного общения с Богданом Хмельницким. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok